Привет, я Марина Казанкова, актриса, чемпионка мира по фридайвингу и психолог. Но самое главное, то, чем я хочу поделиться с вами, это здоровая и счастливая жизнь. Что же такое? Нет, это не результат, это процесс. Всего много? Очень сильно. Я буду рассказывать вам о занятиях, в которых я черпаю энергию и здоровье, и показывать, где и как ими можно заниматься. Надеюсь заразить вас своим любопытством и любовью к новым видам спорта, находить в них удовольствие и ресурс. Сегодня мы поговорим о фридайвинге. Я чемпионка мира по фридайвингу. У меня есть рекорд мира абсолютный. В Джамблё есть два рекорда динуса. Я решила каждый год ставить по одному рекорду динуса. Так что посмотрим, что нас ждет в этом году. Итак, что же такое фридайвинг? Это ныряние на задержке дыхания, свободное парение в толще воды, отсутствие земного притяжения, тишина и спокойствие, встреча с собой. Фридайвинг способствует оздоровлению организма. Во время тренировок значительно увеличивается объем легких, развивается выносливость, укрепляется сердечная мышца, нормализуется вес. Гипоксическая нагрузка освобождает от стресса и лишних мыслей. По фридайвингу проводят соревнования в разных дисциплинах – в бассейне и в открытой воде. Кто проплывет дальше в ластах или без – динамика. Кто дольше пролежит в воде без движения – статика. Кто глубже нырнет в ластах или без – глубина. Открыть для себя фридайвинг и познать свои возможности можно на базовом курсе в разных странах. Сейчас я дам вам упражнения, которые необходимо делать каждый день, для того, чтобы чувствовать себя более счастливым и здоровым, для того, чтобы чувствовать себя осознанно и радоваться жизни. Берем телефон. В дневное время на телефоне ставим напоминалку через каждые два часа, для того, чтобы сделать 30 секунд осознанного вдыхания. То есть мы осознаем, как мы вдыхаем, как воздух заходит в нос. Проходит сначала вниз. Вниз легких – в нижнюю часть, потом в среднюю часть, потом в верхнюю часть, полностью наполняя наши легкие. И выдох, когда воздух выходит из верхней части, из средней части и из нижней части. Мы дышим осознанно, чувствуя воздух, входящий и выходящий, 30 секунд каждые два часа. Таким образом мы заземляемся. Мы уходим из постоянных телефонов, компьютеров в эту настоящую реальную жизнь. Пишите комментарии, как вы себя чувствуете после дня осознанного дыхания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова